Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, я практически с самого начала своей критической карьеры в самп ютубе топил за правду, за то, чтобы люди всегда говорили правду. И если всё-таки они где-то накосячили, то в этом нету ничего страшного, ведь всегда можно извиниться, всегда можно признать свои ошибки, и люди, понимающие люди, тебя поймут и простят. Если ты понял свою вину и за неё извинился. И вот вы знаете, со мной случилась такая вот проблема, дилемма. Вообще непонятно, как так могло произойти. Дело в том, что на моём основном канале 31 декабря ещё 2018 года вышел самп-обзор на Максима Кудрявцева, где я вскользь упомянул Андрюху Киевского и невзначай назвал его продажным хуесосом. Хотя, нет, вы знаете, там было не так. Там не было точного слова, точного вот предложения, формулировки, где бы я сказал Андрюху Киевский продажный хуесос, потому что он рекламировал Evolve Roly Play и участвовал в февральской рекламной кампании Evolve. Нет, я сказал, что Андрюху Киевский, ты и остальные продажные хуесосы виноваты вот в этом, в тысячном онлайне на первом сервере Evolve и вот в этом, в ещё одном тысячном онлайне на втором сервере Evolve. И вот вы знаете, для того, чтобы извиниться, нужно понимать то, в чём ты провинился и понимать то, как ты в будущем можешь этого не допустить. Ведь на ошибках люди действительно учатся и становятся мудрее. И Андрюху Киевский выразил мне эдакую претензию в комментариях, что я даже никакой пометки-то не сделал толком о том, что Андрюху Киевский не виноват в этом и что это такое плохое стечение обстоятельств. Да и я в целом высказался достаточно резко и негативно. И лично у меня, я не знаю, поверите ли вы мне или нет, поверит ли мне Андрюху Киевский или нет, но у меня не было какой-то цели оскорбить Андрюху Киевского. И вообще, если уж я взялся кого-либо оскорблять, то нужно было оскорблять и Барона, и Брулёва, и всех, кто в своё время рекламировал Evolve Rollieplay. Да что там говорить, даже Андрея Спайру можно было бы за это притянуть как следует, потому что он и сейчас стримит на Evolve, и до этого он стримил на Evolve, правда, тогда он стримил за бесплатно, сейчас за деньги, это не важно. И в свою очередь, я, когда мне Андрюху Киевский выразил вот своё вот это вот недопонимание в комментариях, я начал опираться, мол, я сделал правильно. Хотя, по сути, я поступил немного неправильно. Нет, от своих слов я ни в коем случае не отказываюсь. Все, кто принимал участие в февральской рекламной кампании Evolve Rollieplay, продажны хуесосы. За исключением Андрюха Киевского. Сейчас я объясню вам, почему. Андрюху Киевский, как я понял, он жил надеждой. Надеждой на Rollieplay, составляющую Evolve Rollieplay. И старался действительно поднять Rollieplay, когда Максим и PR-менеджер, они закупали гетто ютуберов, таких как Кахановский и так далее. И он уже сам осознал свои ошибки. Естественно, за свои ошибки он не извинился, но само осознание этого, это уже хорошо. И мне бы действительно не хотелось из-за каких-то вот недопониманий сказанного в сампобзоре, чтобы вот я как-то перестал общаться с Андрюху Киевским. Ведь Андрюха Киевский это уникальный пример человека из большого или среднего ютуба, который не стал каким-то, я не знаю, продажным что ли или нет. Каким-то, блять, хуесосом лицемерным. Так, наверное, будет лучше сказать. Он как вот с тысячи подписчиков искренне говорил правду. Так и сейчас он с 50 тысяч подписчиков говорит точно такую же правду. И мне действительно не хотелось бы из-за недопонимания какого-то вот такого, потерять такого человека вот в кругу приятелей, коллег по цеху, можно сказать. Поэтому, Андрюху Киевский, если тебя как-то обидели слова, которые я тогда сказал в обзоре, то я бы хотел принести свои искренние извинения. Я ни в коем случае не хотел тебя обидеть, если ты все-таки обиделся. И действительно, прости меня, мне стоило, наверное, сделать какую-то пометку или еще что-либо, чтобы люди, смотрящие обзор, все поняли так, как есть. Все.